Мы живем в очень быстро меняющемся мире. Еще полгода назад ковид был главной темой любых новостей. В свете сегодняшних событий эта проблема кажется уже совсем не актуальной. Хотя ни красные зоны, ни ковид-госпиталя не ушли в прошлое. Потому что коронавирусная инфекция тоже никуда не делась. По-прежнему ежедневно выявляются новые случаи заболевания. Мы просто научились жить сознанием этой опасности и уже не слишком волноваться из-за нее. Не сознавая, что произошло это в первую очередь, благодаря успехам нашей медицины, самоотверженной работе докторов и, что очень важно, вакцинации. Несмотря на очевидные плюсы отношений к прививкам, у многих людей все еще остается скептическим. Они считают, что в нашей стране вакцинации придается преувеличенно важное значение ради какой-то показательной статистики. Между тем, в рейтинге стран по количеству вакцинированного населения Россия занимает только 107 место. Первые три принадлежат очень и очень благополучным государствам, таким как Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. Вряд ли этот факт убедит скептиков, но он очевидно свидетельствует о том, что там, где люди привыкли и хотят жить хорошо, стараются защитить себя от любой возможной опасности, в том числе и болезней. Почему бы и нам не следовать этому разумному правилу? Тем более, что эффективность и безопасность отечественной вакцины уже мало кем подвергается сомнению. Осенняя вакцинация сейчас в самом разгаре. Важно успеть выработать собственный иммунитет до начала обычного сезонного всплеска заболеваний. Прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции, она у нас идет в течение года. Она, в принципе, не прерывалась с самого начала. Прививочная кампания против сезонного гриппа у нас в конце августа. Тогда нам привезли примерно 13 тысяч ТОС. И, значит, как раз сейчас идет разгар, так сказать, нашей прививочной работы. Среди тех, кто уже позаботился о своем здоровье и сделал прививки от сезонного гриппа, больше всего, разумеется, самих медицинских работников. 99,9% из них полностью привиты. Немного отстают от них работники образования. На третьем месте по количеству вакцинированных студенты. Первичную прививку от ковида первым компонентом вакцины сделали более 78% всего взрослого населения Шадринска. Тем, кто еще сомневается или боится потерять много времени на поход в поликлинику, врачи-терапевты напоминают. Это, в принципе, все очень просто. Можно использовать сайт госуслуг, записаться на прививку против новой коронавирусной инфекции и одномоментно вместе с первым компонентом этой инфекции можно сделать еще и прививочку от гриппа. Значит, я считаю, что это очень удобно одномоментно привиться от двух сразу инфекций вирусных. Тем более, что мы это уже делаем с прошлого года, когда появились впервые эти рекомендации о возможности совместить эти две прививочки. И я хочу сказать, что, в принципе, переносят точно так же достаточно легко, как и первый компонент от новой коронавирусной инфекции. Ну а тем, кто уже привился дважды двумя компонентами вакцины от коронавируса, врачи советуют завершить заботу об укреплении своего иммунитета и сделать ревакцинацию. Те, которые до этого прививались, можно делать ревакцинацию, но лучше не делать это раньше шести месяцев. Все-таки шесть месяцев – это тот период, когда имеется достаточный иммунитет против новой коронавирусной инфекции. Поэтому о ревакцинации не следует забывать. Записаться на ревакцинацию тоже можно на сайте госуслуг или по телефону 122, либо на сайте поликлиника 45. Где-нибудь за полчаса до указанного времени обратиться в регистратуру, будет найдена амбулаторная карта и отнесена на прием к фельдшеру. Я не думаю, что коронавирус не стал такой большой опасностью. Дело в том, что он мутирует и действительно сейчас те тяжелые формы, которые мы видели в самом начале, они встречаются довольно редко. Но не стоит забывать, что до сих пор, как и ранее, так и сейчас новая коронавирусная инфекция не проходит без следа для человека. Остаются последствия. Вот чтобы таких последствий серьезных не было, нужно не забывать о ревакцинации. В Шадринской детской больнице тоже полным ходом идет прививочная кампания против гриппа и новой коронавирусной инфекции. Эти инфекции очень актуальны в настоящий момент и вакцинацию мы проводим с целью, чтобы предотвратить развитие тяжелых осложнений после перенесенного заболевания, даже если ребенок вдруг заболеет. Прививки от гриппа уже давно зарекомендовали себя как надежная защита детей от тяжелого протекания этой инфекции. Это могут подтвердить не только врачи, но и родители привитых детей. На вакцинацию от новой коронавирусной инфекции родители дают согласие менее охотно. Часто главной причиной отказа от прививок является боязнь побочных эффектов. Бояться этого не стоит, убеждены врачи. Прививки от гриппа делаются хорошими отечественными вакцинами Ультрикс-Квадри и Сови-Грипп. От коронавирусной инфекции вакцина и спутник М, медицинское название Гам-Ковид-Вак-М. Вакцина, так же как и для взрослых пациентов, двухкомпонентная. Через 21 день необходимо повторная вакцинация, которая призвана усилить иммунный ответ. Ревакцинацию, в отличие от взрослых, детям не делают. Противопоказаниями для прививки детей, точно так же, как у взрослых пациентов, являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, текущие острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Как и после любой прививки, возможно повышение температуры и общее недомогание. Но за все время вакцинации, по словам врачей, ни одного случая более тяжелых последствий от прививки не было. Что касается важности и нужности сезонных прививок и для детей, и для взрослых, то врачи-педиатры солидарны со своими коллегами-терапевтами. Прививки существенно уменьшают риск серьезных заболеваний. Хотелось бы отметить, что нам уже сегодня нужно быть готовы к предстоящему подъему заболеваемости, гриппа и сезонными ОРВИ. Поэтому мы и наши сотрудники, и дети наших сотрудников уже поставили эти прививки. Тем самым на своем примере мы хотим показать о важности вакцинации против этих инфекций для взрослых и детей.